ЖК комфорт-класса «Лучи», который, на мой взгляд, является одним из самых популярных у москвичей, потому что ЖК «Лучи» находится недалеко возле метро Солнцево, и вы будете удивлены, но это ЗАО, то есть это старая часть Москвы, хоть мы находимся и за МКАДом, но по факту это не новая Москва, это западный административный округ, и здесь довольно приятные цены. Нужно еще учитывать, что ЖК ЛСР здесь строят с 2017 года, то есть по факту здесь на территории есть уже много сданных объектов, то есть здесь по факту ЛСР, как я понимаю, вместе с Инградом строил несколько очередей, они получились разными. На текущий момент ЖК заселенные, но на территории есть уже готовая вся инфраструктура, есть несколько детских садов, школ, есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания для москвичей, и получается, с учетом того, что где-то с 2017 года здесь уже сдаются, точнее начали строить дома, мы по факту получаем уже полно готовый проект с мастер-планом от застройщика ЛСР. И, конечно же, на мой взгляд, это выглядит довольно уныло, то есть по факту, да, здесь неплохие цены, и, наверное, однушку можно найти даже с отделкой на вторичном рынке от 12 миллионов рублей, что на самом деле для московского рынка это хорошо, то есть по факту, когда вам нужна квартира с московской пропиской, я бы даже, наверное, лучше смотрел, лучше, чем новую Москву. Но по факту здесь огромное количество парковочных мест, наверное, кому-то это плюс, но у нас нет общей территории. Вот дом, вот дом, то есть там с той стороны дома, у нас нет классных дворов, то есть ЛСР вообще не вкладывается ни в какую инфраструктуру, и получается, когда меня огромное количество людей начинает спрашивать, Виктор, а что ты думаешь по поводу вот как раз-таки новой очереди, которую сейчас ЛСР строит и планирует сдавать в 25-м году, я высказываюсь довольно негативно, несмотря на то, что, например, даже там несколько месяцев назад там были довольно привлекательные цены, потому что ЛСР не сделает хороший качественный проект. То есть это классические дома, на мой взгляд, комфорт-минус класса, на уровне того же пика, только условно они с отделкой, при этом с какими-то разноцветными, стрёмными фасадами. И я понимаю, что с учётом цены, с учётом того, что многие москвичи сейчас покупают недвижимость всё-таки в ипотеку, многие доплатят для того, чтобы получать нормальный ЖК с нормальной инфраструктурой. И когда мы, бывает, ругаем пик или самолёт, да, то, конечно, ребята, вот пик и самолёт, которые сейчас первые-вторые места занимают в рейтингах, они точно делают ЛСР в разы, особенно в сегменте комфорт-класс. Давайте сейчас поговорим про цены на строящуюся очередь ЛСР. Если поговорить более детально про вторую очередь ЖК Лучи 2, то, конечно, мы видим, что уже часть домов готова, их обещают сдать в конце 2024 года, и у ЛСР довольно большой нераспроданный объём. То есть проблема ЛСР с точки зрения инвеста или покупки объекта с точки зрения инвестиций, ну вот под аренду студии, является то, что у ЛСР действительно часто очень много, во-первых, студий и много нераспроданных квартир на момент ввода в эксплуатацию. Сейчас застройщик даже пытается немного допинговать, и, например, студия, готовая к, я понимаю, в этих домах, она ближе к 9 миллионам рублей, но если мы откроем объявление от агентов, точнее, переуступки, то без проблем, вот как раз-таки, видимо, в том коричневом доме или в этом, вы можете купить студию за 7,5 миллионов. То есть уступка 7,5, у застройщика 9 миллионов рублей. Какой инвест огромное количество людей здесь видит, я не понимаю. При этом аренная ставка здесь будет значительно ниже, чем внутри МКАДа возле станции метро. Я думаю, студию, конечно, здесь вы за 40 тысяч сможете сдать, к кому-то, как сказать, к разочарованию, да, некоторых. Действительно, я думаю, аренная ставка будет около 40 тысяч рублей, но вам нужно будет сделать ремонт, меблировку, подготовку, а это еще 1,5-2 миллиона рублей даже на небольшую студию. То есть если вы купите студию за 9 миллионов плюс 1,5, взнос 10,5. Однушки вообще здесь, на мой взгляд, улетели куда-то в космос. Квартиры без отделки 34 метра здесь стоят 14,5 миллионов рублей, а вот, например, двушечки 18 миллионов с отделкой 19,200. Да, это примерно рыночный московский прайс, но говорить про то, что это невероятно классное предложение или замечательный проект, который нужно бежать и покупать, я не вижу никакого смысла. Плюс вопросы качества ЛСР, которые он построит, конечно же, остаются. Нет, если вам нужно недорогое жилье с московской пропиской, и вы не влазите в бюджет, то, наверное, я бы действительно посмотрел бы в сторону Солнцевого, в отличие от Новой Москвы. Но в Новой Москве студию в целом, я думаю, что с отделкой можно сейчас найти в районе 7 миллионов рублей от А101, а здесь брать за 9 в льготную ипотеку без отделки, это точно довольно глупая и плохая инвестиция.